Редактор субтитров А.Семкин Доброе утро! Доброе утро, Крым! Вы слушаете самое крымское в мире радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. Напомню, что мы с вами в эфире каждое утро и каждый вечер с понедельника по пятницу. Утром это в 8.35, а вечером в 18.30 нас можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. В своем автомобиле найдите такой диапазон АМ, это и означает средние волны. Ну, также нас можно слушать и в FM диапазоне на частоте 100.7 МГц. Ну и, конечно же, нас можно не только слушать, но и смотреть. Вот такое мы смотрибельное радио на нашем канале в YouTube. Канал наш называется Крым Реалии. И каждое утро вот с 8.30 и до 10 часов утра мы с вами полтора часа. Звоните нам по бесплатному номеру телефона. Номер бесплатный, как я сказал уже, для крымчан 8 800 10 06 926. Еще раз повторю, 8 800 10 06 926. Ну, а для жителей других регионов Украины для вас другой номер телефона 044 490 29 05. Ну, вот, пожалуй, все с водными частями. А дальше будем говорить уже непосредственно по теме программы. И у нас действительно каждый день Крым в центре внимания, а сегодня мы поговорим вот о чем. Сегодня мы поговорим о зубастых, практически, я бы даже сказал, клыкастых и прочих вредителях, которые могут принести немало проблем для степного Крыма. Говорить будем о сельскохозяйственных вредителях и таком очень неприятном, но с точки зрения человека, как саранче. Их вот эту самую саранчу заметили не на прошлой неделе, ее заметили в июне еще в Северном Крыму. Но тогда не было этому уделено какого-то большого внимания. На сегодняшний момент саранча расплодилась на площади более тысячи гектаров. И все это происходит в Северном Крыму. Власти, представители власти, назначенных Москвой, говорят о том, что им удалось локализовать распространение саранчи, вот так это или нет, и как это происходит на самом деле, насколько опасна саранча, и что делать, если с ней не бороться, не принимать никаких мер. К чему все это может привести в Крыму, мы и поговорим в течение следующих 23 минут. А для начала послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги. Крымчане сообщают об угрозе массового нашествия азиатской перелетной саранчи. Проблему подтверждают и в подконтрольном Кремлю Крымском министерстве сельского хозяйства. Местные фермеры борются с нашествием насекомых самостоятельно. Об этом крымскому телеканалу «Милет» рассказал предприниматель Нариман Мансуров. Все бригады, которые там у нас в поле занимаются, охраняли как трактором, топтали и ездили по ним, жгли. Костры думали, от дыма отойдет. Один-два гектара моркови было съедено буквально за два часа. В нашествии вредителя пострадали советский, джанкойский и красноперекопские районы. А в течение ближайших дней на полуострове должны завершить работу по борьбе с саранчой. Об этом рассказал подконтрольный Кремлю директор крымского филиала Росельхозцентра Андрей Алексеенко. Штаб принял решение о введении чрезвычайного ситуации по этому опасному вредителю. Будут выделены средства на борьбу. Насколько я знаю, химические препараты уже выделены. Остается вопрос с авиацией, потому что азиатская прилетная саранча на сегодняшний день в этих районах находится в труднодоступных местах. Наземной техникой там не зайдешь. Саранча захватила более 1 тысячи гектар по всему Крыму. Она поедает пшеницу, рожь, кукурузу, рис, картофель и другие овощи. Обычно распространена в Малой Азии, Северной Африке, Северном Китае, на Кавказе и на юге Европейской части России. Это не первый случай массового нашествия саранчи на территории полуострова. Так, насекомые-вредители уже захватывали Крым в 2008 и 2011 годах. Еще раз доброе утро. Это радио Крымреали. С вами Александр Янковский. И сегодня мы говорим вот про эту самую саранчу. Говорим мы о ней потому, что распространилась она на достаточно большой территории Северного Крыма. И многие фермеры боятся, что она может нанести существенный урон, существенный ущерб их урожая. О том, что такое саранча, откуда она берется и какой ущерб от нее может быть, опасна ли она для обычного человека, мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Делать мы это будем с Григорием Поповым, кандидатом биологических наук, сотрудником Института зоологии Национальной Академии Наук Украины. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Григорий, ну вот, знаете, я про саранчу ничего вообще не знаю, кроме того, что писали раньше в популярной литературе и в каких-то, знаете, ужасных фильмах ужасов. Вообще, насколько опасна саранча для человека, не для сельхозугодий, а вот непосредственно для человека? Есть ли какая-то опасность от нее? Ну, саранча на самом деле обычно на глаза современному человеку в каких-то развитых странах попадаются крайне редко. То, что у нас называют саранчу, это обычно кузнечики, то есть очень дальние родственники саранчи, просто большого размера. И в нашей коллективной памяти остались только ужасные какие-то последствия в нашей истории. Но саранча, она является постоянной проблемой в странах третьего мира, то есть это в первую очередь Африка. И время от времени дает вспышки своего размножения численности и в Европе, в Азии, в Австралии и других континентах. А в чем опасность саранчи? То есть, что из себя представляет? Она может покусать человека? Простите за дилетантский вопрос. Ну, вот самый простой вопрос. Ну, покусать человека может и кошка, и ежик. На самом деле для человека, как саранча, именно для человека, она не опасна. Конечно, она в первую очередь опасна тем, что она просто поедает те растения, которые человек выращивает. И если обычные какие-то огородные вредители делают это в небольшом масштабе, и это не сказывается на нашем здоровье, экономике и так далее, то саранча, обрадуя огромнейшие стаи, и периодически размножаясь, и еще к тому же перелетая многие сотни километров, слегка на место, она может уничтожить урожай хозяйственных культур полностью. То есть, настолько, что результатом является переселение народов или крах экономики. И в определенные годы, она напрямую связана с периодическими изменениями климата, когда огромные стаи саранчи просто поднимаются в воздух и перелетают на те территории, где ее не видели уже много лет. Григорий, а почему вот, скажите, пожалуйста, да, вот почему так получается, что вот эта саранча, которую много лет не видели, она вдруг потом как будто вот ниоткуда возникает и начинает перелетать и пожирать все на своем пути. Вот какие-то годы даже, в том числе и в Крыму, есть саранча, какие-то годы ее нет. Почему так происходит? Ну, на самом деле саранча никуда не девается, она существует постоянно, есть определенные очаги, есть международное общество энтомологов, которые изучают ее, специализируют саранией. Это очень большая проблема, и очень многие государства тратят на исследования саранчи многие миллионы долларов. Но, как я сказал уже, есть определенные очаги, причем эти очаги совсем недалеко от нас. То есть, например, саранча практически полностью уничтожена в Европе. То есть, там очагов практически нет. А вот далее, на восток, там уже проблема. То есть, самые большие очаги перелетной саранчи, то есть, мы говорим, на самом деле, об азиатской или перелетной саранчи, это той, которая в Крыму сейчас дала вспышку численности. Это, в первую очередь, Центральная Азия, это Прекраспий, это Предкавказье, это запад Краснодарского края. Также существует опасность возникновения очагов в дельтах больших рек. Скорее всего, в Крым она попала, скорее всего, из принадлежащего Краснодарского края России, где саранча накапливаются годами, или постепенно, так тихонечко существует, не повышая численность, в устьях больших рек. Да, но скажите, а как это возможно, как она могла попасть в Крым из Краснодарского края? Все-таки разделяет Керченский пролив, и там, ну, понятно, что не десятки километров, но достаточно приличное расстояние между Краснодарским краем и Крымом. Да, и, как я уже говорил, она способна преодолевать сотни километров, 300-400 километров для нее не вопрос. Почему она перелетает, самое главное? Дело в том, что ее излюбленные места обитания – это плавни, то есть огромнейшие пространства, заросшие тростником. Тростник – такое интересное растение, которое живет от устьев рек, которые впадают в Ледовитый океан, до устьев рек, которые впадают в Индийский океан. То есть мы все его хорошо знаем, часто называют его камышом, что неправильно. Это основное термовое растение и место обитания для саранчин. Вообще она специализируется, именно наша азиатская саранча, потому что их много видов, есть американские, на поедании лаков. Это может быть пыри, это может быть рожа или пшеница и так далее. Но, естественно, климат у нас имеет определенную динамику, то есть периодические явления, которые мы постоянно наблюдаем. Какой-то год более сухой, какой-то более влажный. Если эти плавни затапливаются очень сильно, то вспышек численности саранчин не происходит. Если происходит резкое исшушение, то саранча развивается очень сильно. Она в таком случае очень часто просто поедает все, что есть на ее малой родине. И в результате отсутствия пищи, это доказано учеными, это нехватка белка, саранча в первую очередь образует стадную форму. Это очень интересная насекомая, то есть которая может быть одиночная, может быть стадным. Эта стадная форма благополучно превращается во взрослая насекомая, которая обладает способностью летать, и начинает просто лететь в поисках корма. Причем эти стаи огромные. Если бы они были маленькими, этой проблемы большой бы не было. Но стаи могут быть длиной, например, 100-150 километров. Одна стая может быть длиной 100-150 километров? Да. Но вот последний случай, причем очень страшный случай, мы про него совершенно ничего не знаем из СМИ, потому что это произошло даже на нашем континенте. Это было в 2004 или 2005 году в Африке, когда была последняя, самая крупная вспышка саранчи в 21 веке, когда пострадали экономики нескольких государств. И количество экземпляров саранчи в самой большой стаи достигало 70 миллиардов насекомых. То есть это огромнейшие тучи, которые, известно еще из старых книг исторических, которые могут заслонять солнце и которые переносят насекомых, общий вес которых может достигать очень многих тысяч тонн в совокупности. Григорий, а скажите, ну вот хорошо, вот саранча что-то съела, да, вот на какой-то территории, она потом дальше распространяется, но они же не постоянно существуют. Вот как, она же как-то саморегулируется, эта система, или нет? Безусловно, саморегулируется, как и все в природе. Но проблема в том, что если дать возможность ей саморегулироваться самой по себе, то она просто-напросто может уничтожить всю вращиваемую человеком растительность. То есть несмотря на то, что она специализируется на флагах, она может есть все, что угодно. Она может объедать листу яблони, она может съесть арбузы, она может съесть ягодные культуры. То есть когда ее много, когда у них хватка пищи, они переходят к полифазии, то есть к поеданию абсолютной всей растительности. Именно поэтому с ней необходимо бороться. Причем можно бороться вот с такими маленькими залетными, как в случае с Крымом, с Востока, небольшими группами саранчи, потому что, судя по сообщениям людей, которые контролируют динамику численности, численность там еще небольшая. То есть это обычно несколько десятков экземпляров на квадратный метр. На самом деле это может достигать нескольких сотен. Обычно, когда она начинает распространяться в наших условиях, в нашей Африке, она распространяется на небольших каких-то участках, которые вполне можно, например, обработать чем-нибудь. Да, кстати, по поводу обработки, по поводу борьбы саранчоем. Насколько вообще эффективны современные методы химического воздействия, химическая защита растения при борьбе саранчоем? Вот в Крыму говорят, что распыляли определенные химикаты с помощью авиации. Вот такой метод борьбы саранчоем оправдан? Да, вполне оправдан. Ну, проблема в защите растений и от саранчоя, от других вредителей, она в первую очередь не с тем, что нет эффективных методов, а с тем, что их неэффективно применяют. То есть это же достаточно сложная наука, где должна быть отрывана профилактика, то есть должен быть мониторинг, то есть должны быть учеты постоянные. Если даже самый прекрасный препарат применять неправильно, неэффективно, не в то время, как положено, то есть слишком поздно или в нижней концентрации, неудачная погода и так далее. То есть проблема существует всегда. А разработанная давным-давно уже. И меры борьбы с саранчоем, она успешна, например, как я уже говорил, подавлена в Европе. То есть там нет даже новых очагов, и они не фиксируются, ну вот чтобы где-то там она размножалась. Там постоянно существуют, постоянно работают амтомологические службы, которые, безусловно, видят, что саранча есть. Но при условии возникновения хотя бы минимального очага, он своевременно фиксируется, подавляется и так далее. А угроза существует всегда, потому что та же самая саранча, только одна азиатская саранча, она распространена от Европы до Австралии, Новой Зеландии. Хорошо. Григорий, давайте так. Вы сейчас, мы сделаем небольшую паузу, мы послушаем Андрея Федоренко, это старшего научного сотрудника Института защиты растений Национальной Академии Аграрных Наук Украины, о том, что вот саранча – всеядное насекомое, которое вредит всем культурам в ареале обитания. Мнение. Она многоядная, это есть вредители, многоядная, которая, по сути, абсолютно для всех культур. Когда нет вспышек, она может быть где угодно, даже не на культурах, там, сельскохозяйственных, какие-то вот балки, леса, лесопосадки, какие-то бросовые сады, она может там единична, но когда вот идут вспышки популяции, она может быть абсолютно на всех культурах в зависимости от ситуации, да, там, куда залетела, что там в данный момент ей подходит по состоянию растения в этот период. То есть она может быть абсолютно везде. Мнение. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 100,7 МГц. На сайте Крым Реалии. Напоминаю вам, что вы слушаете радио Крым Реалии. С вами Александр Инковский. Мы работаем в прямом эфире. И слушайте нас ежедневно в 835-1830 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 100,7 FM. Также смотрите наши прямые радиотрансляции на канале YouTube. И непосредственно можно это делать еще и в Facebook, на канале Крым Реалии. Тут нас смотрят и нас комментируют. Кстати, значит, вчера комментируют из Евпатории. Вчера мы бачили на 6 соночку. Ну, не знаю, да? Мы будем тоже проверять. И напоминаю нашим радиослушателям, что мы беседуем с Григорием Поповым, кандидатом биологических наук, сотрудником Института зоологии Национальной Академии Наук Украины. И беседуем о той проблеме, которая появилась на территории полуострова летом 2017 года. Это нашествие саранчи, которую зафиксировали на площади в несколько сотен гектар. Григорий, давайте так. Есть еще один очень интересный вопрос, который вот меня, например, интересует. Вот саранча, там, где она обитает, и потом она перемещается. Она вот в тех же самых местах. Она появится в следующем году? Она там, я не знаю, отложила яйца, личинки или еще что-то? Очень хороший вопрос. Дело в том, что как раз вот конец июля, это время, когда взрослая саранча, которая перелетела и уже что-то съела, у нее уже созрели яйца у самок, она как раз приступает к откладке веги. Не откладываются с самкой такие специальные маленькие коробочки, как это называется, кубышки. И, то есть, обеспокоенность крымчан, аграриев крымских по поводу саранчи, ну, это совершенно понятно, поскольку если сейчас эту вспышку не подарить, то благополучно они получат определенный запас саранчи, такой запасной саранчу, которая будет спокойно покоиться в почве до следующего года. И тут уже требуется не просто химическая обработка, а уже мероприятия по вспашке, там, глубокое и так далее. Ну, это более как бы радикальные методы воздействия. И, в принципе, это сейчас сделать невозможно, потому что там есть, там есть что-то растет на этом участке, да, тут химикатами уже просто сейчас не обойдешься, а вспахать, опять-таки, ну, поле, на котором растет, не знаю, подсолнечник или злаковые какие-то культуры, то это просто сейчас невозможно. Конечно. Хорошо, скажите, вот давайте еще, если не говорить просто... Кстати, вы сказали в первом, то, с чего вы начинали, говорили о том, что, в принципе, вот такая миграция саранчи, она возникает, когда не бывает осадков и когда вот саранча съедает, ну, все. То есть, получается, что жаркий засушливый год, это практически всегда можно ждать саранчи вот в степных районах. В целом, да. То есть, ну, все-таки, главное, особенно саранчи, то, что любые погодные изменения текущего года, то есть, как бы, у нас есть климат, да, и есть погода. Погода – это вот то, что вот сейчас происходит, вот она очень сильно может меняться, и даже при совершенно одинаковом климате погода каждый год может быть разная, в разные сезоны. Например, вспышка саранчи в 2004-2005 году в Африке. Причиной ее была одновременная активизация нескольких очагов на западе и в центре Африки. И при этом прошел аномальный для этих регионов двухдневный дождь, который привел просто к массовому размножению. Если бы этого дождя не было бы, тогда саранчат просто бы спокойно затухло в своих маленьких очагах, им нужно было потрачено полмиллиарда долларов только на мероприятия по борьбе. А общий ущерб составил 2,5 миллиарда долларов потери сельхозкультур. Да, прилично. Это могут быть любые аномальные погодные условия. Вернее, как они нам кажутся аномальны. На самом деле, вспышки размножения саранчи, они, с одной стороны, абсолютно природные, поскольку в природе все взаимосвязано, и при этом обладает такой колебательной динамикой. С другой стороны, распространению саранчи способствует огромной площади, на которых возделывают зерновые, и которые позволяют саранчи просто-напросто питаться. Мы возделываем пищу для нее. Если мы не будем с ней бороться, то нам благодарность будет есть то, что мы выращиваем. Понятно. Ну, она, собственно говоря, она, наверное, так предполагает и думает, что это не для человека, не для себя выращивает, а для нее. Ну, во всяком случае, не знает о существовании человека. Кстати, вот как определить, Григорий, как определить, что перед нами саранча, а не кузнечик, например? Ну, просто для обывателя. Есть какие-то советы? Как можно это... Ну, это очень легко. Просто посмотреть на, во-первых, на размер, хотя саранча, кроме того, что это название вполне определенного насекомого, это род лакуста, по-русскимское название, это на самом деле несколько видов, когда мы говорим о саранче, как о нарицательном понятии. Это комплекс видов таких, в кавычках, кузнечиков, вот, которые вредят. Но саранчу очень легко узнать, это очень большое насекомое, обычно где-то размером со спичечный коробок, у которого короткие усики. На это очень часто не обращают внимание, очень часто саранчу путают с кузнечиками. Кузнечики – это их дальние родственники, у которых очень длинные усики, как правило, длиннее тела. Вот порог позади, насекомого, никакого отношения к рядовой принадлежности не имеют. Очень часто больших кузнечиков, зеленых, со страшным рогом сзади над у саранчу, это всего лишь, этот рог является яйцекладом у самок, никакого отношения не имеет к вредоносности. Ну и пугаться кузнечиков нам, по крайней мере, нет причины. Ну, дело в том, что кузнечики распространены тоже очень широко, некоторые из них так тихонечко вредят, понемногу. Вот, но у саранчи очень характерны короткие усилия, они намного короче, чем длина тела саранчи, примерно размером с ее голову. Понятно. Кроме того, она довольно крупная и обычно она действительно встречается небольшими или большими саями. Спасибо. Это был Григорий Попов, кандидат биологических наук, сотрудник Института зоологии Национальной Академии Наук Украины. Сегодня, напомню, мы говорили о распространении, о выявлении вот саранчи на нескольких сотнях гектаров в северном и северо-восточном Крыму, а также методах борьбы с этим явлением природным, да, вот с этими живыми существами, которые могут предполагать, что вот те самые злаковые культуры, которые засеяны, в том числе и Северный Крым, они засеяны непосредственно для них. Это как раз для них питательная среда. Это радио Крым Реали. Оставайтесь с нами. Мы продолжим после выпуска новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова